Я вас приветствую, друзья! С вами Владислав Махмодов и я хочу поделиться своим впечатлением от увиденного в Зимнем дворце музея Эрмитажа. Перед вами одна из комнат, в которой жили и пользовались тем имуществом, которое представлена вами царская семья. Видите, кровать, различные предметы обихода, кресла, журнальный столик, диван роскошный. Камин, картина. Это вид из окна на небу Зимнего дворца. Такие вот, видите, взолоченные фрамуги, ручки и все остальное. Конечно, это очень дорогая высококачественная мебель, которая вручную все создавалась из дорогих материалов, дорогого дерева. И царская семья пользовалась, конечно, всем этим. И это все было только у них, в основном у них. И сделано было, опять-таки, за счет обычного народа. Те, которые работали, вкалывали на благо царя и отечества. И сейчас, по прошествии времени, я, конечно, задаюсь вопросом, но вот нечто подобное мы же где-то видим, периодически нам показывают в сводках новостей, когда проводят обыски в квартирах, даже это не квартиры, наверное, скорее всего, а огромные дворцы, дома, в которых проживают должностные лица, чиновники, министры, в том числе, которые, очевидно, были тоже в семьян дворце, в этом Эрмитаже, смотрели, как жили цари, и решили, что им тоже позволено нечто подобное иметь в себя, пользоваться аналогичными предметами. Но, опять-таки, это же все было, по сути дела, приобретено за счет бюджета, за счет тех налогов, которые мы платим, за счет недоплаченных пенсий, всего остального. Так что, друзья, вот, честно говоря, я не понимаю этих людей. В наше время надо зарабатывать и жить по средствам. Ну, не можешь зарабатывать, как правильно было сказано одним из должностных лиц правительства. Иди работай в бизнес. Но нельзя за счет государства иметь такие же или аналогичные предметы обеих пор. Принимайте только правильное решение, друзья. От этого зависит ваше личное спокойствие, ваша жизнь. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова